Здравствуйте! Сегодня мы с вами изучим основную функцию программы FlashTool это прошивка телефонов Sony. У нас уже есть правильно установленный FlashTool, драйвера и программное обеспечение Java. Теперь нам нужно скачать прошивку. Скачивать прошивку лучше всего с сайта 4PDA. Ссылка будет в описании под видео. Заходим на сайт. Выбираем Android устройство. Выбираем Sony. Вот Sony Ericsson. И здесь ищем свое устройство. Выбираем. Вот это. Для примера. Мы попадаем в тему обсуждения. Здесь вы можете задавать разные вопросы по своему телефону. Нам нужна прошивка. Выбираем прошивка. Выбираем в шапке темы прошивки. Выбираем официальный, так как нам нужна официальная прошивка через FlashTool. Выбираем модель с номером своей телефона. Здесь мы видим, что можно выбрать версию Android. Для разных телефонов будут разные версии Android. Выбираем любую подходящую нам. Если вы не знаете, какую версию Android вам выбрать или какую лучшую прошивку, вы можете в теме прошивка на сайте 4PDA задать этот вопрос. И вам люди подскажут. Выбираем вот эту. Попадаем по ссылке в то место, куда нас переводят на сайт или на диск. Google диск, к примеру. И скачиваем здесь прошивку. Нажимаем скачать. Скачанную прошивку мы перемещаем в папку FlashTool, откуда она будет взята для прошивки. Это по пути Users, имя пользователя под учетной записью администратора, FlashTool, фирм Варес. Сюда мы помещаем нашу прошивку. Еще раз смотрим. Проверяем. Прошивка должна быть именно для нашего телефона и в формате FTP. Будьте внимательны. Мы можем приступать к прошивке. Запускаем программу FlashTool от имени администратора. Также приготавливаем к прошивке свой телефон. Телефон должен быть заряжен минимум на 80%. Приготавливаем заранее исправный кабель USB. Телефон выключаем. Кабель включаем в компьютер. И ждем. Программа расстановится у нас. Для прошивки выбираем кнопочку со знаком молния. Нажимаем на нее. Здесь в выпадающем окне по умолчанию стоит FlashMod. Не меняем, нажимаем. Видимо такое окошко. С левой стороны у нас расположены наши прошивки. С правой действия, которые можно предпринимать. Какую именно часть прошивки нужно прошивать. Выбираем свою прошивку. Проверяем. Здесь по умолчанию ничего не нужно менять. Мы прочтем так телефон полностью. Еще раз проверяем. Потому что прошивка должна быть именно для нашего телефона. Нажимаем кнопку Flash. Программа обработает и подготовит файлы к прошивке телефона. Здесь еще раз просмотрим. Будьте внимательны. Прошивка должна быть именно для нашего телефона. Появляется анимированное окно. Здесь нарисован старая модель телефона. Сейчас такая не используется. Кнопки уменьшения и увеличения звука находятся с правой стороны. А кабель подключения в основном с левой. Нам нужно зажать кнопку уменьшения звука. И в этот момент подключить кабель USB к телефону. Еще раз внимательно зажимаем кнопку уменьшения звука. И кабель USB вставляем в телефон. Начинается наша прошивка. Прошивка продолжается где-то минут 5-6. В это время не нужно нажимать никаких кнопок на экране. На компьютере. И также не отключать ни в коем случае телефон. Ждем когда закончится наша прошивка. Итак, прошивка закончилась. Мы можем проверять. Проверяем, соответствует номер модели нашего телефона прошитой прошивки. Соответствует. Мы видим на экране сиреневый файл. Запись. Не переживайте. Это правильно. Так должно быть. Флэштул уведомляет нас о том, что файл был проигнорирован. Этот файл не нужен. Так должно быть. Также должно быть у нас такие две строчки. Уведомляющие нас о том, что прошивка успешна. Вы можете включить телефон. Включаем телефон от компьютера. Нажимаем кнопку включения. Первый запуск после прошивки может быть долгим. Около пяти минут. Не переживайте. Ждите. Итак, прошивка у нас закончилась. И мы можем посмотреть лох, который выдает нам наша программа. Здесь есть время начала. И также время окончания прошивки. Можете посмотреть, что общее время прошивки заняло где-то пять с половиной минут. Если у вас прошивка прошла неудачно, либо в логе флэштула были красные строчки, они будут выделены ярко-красным, вы их обязательно увидите. У нас есть такая функция справа внизу, савы лох. Нажимаем ее. Наш лох будет сохранен. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы вы могли всегда отправить его и получить консультацию, почему прошивка у вас не удалась. Лох сохраняется у нас по том пути, где были наши прошивки. Этот лох вы можете отправить всегда на сайт 4пда в тему прошивки, где вам подскажут, как избежать данной ошибки и прошить свой телефон. Лох будет в текстовом фаруате, вы можете сохранить и сами его изучить, если у вас есть желание. В следующем выпуске я вам расскажу, как можно будет самому создать прошивку с помощью программы флэштул. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. Всего вам доброго. Удачи в прошивках телефона. До свидания.